Добрый вечер, Гомель! По традиции начну эту программу с пожелания приятного просмотра и вопроса. Как вы считаете, какие научные открытия самые важные? Попытаюсь ответить сама и предположу, что человечество по сей день на этот вопрос не ответило. Но судя по тому, что научные идеи, к счастью, будоражили умы, будоражат и будут будоражить, самые важные открытия ждут нас впереди. Предлагаем вам, уважаемые телезрители, стать участниками вечернего разговора. Чего мы ждем от нашей науки? Как наука помогает делать нашу жизнь лучше? Вы, конечно, помните, что мы работаем в прямом эфире. 34 22 43 номер нашего телефона. Звоните, пожалуйста, ну и пишите в Viber. Номер вы видите на экранах. Ну а сейчас один из многих примеров. Ольга Похвалова и Анастасия Талантова – гомельчанки, студентки Белгута. В республиканском конкурсе этого года «100 идей для Беларуси» стали финалистами с бизнес-проектом «Съешь меня». Предложили инвесторам идею изготавливать и продавать съедобные стаканчики для чая и кофе. Экспертным советом конкурса проект был отмечен грантом в размере 40 тарифных ставок для подготовки бизнес-планов. Идея прекрасная, воплощена в жизнь. Наше время вообще богато на идеи и открытия, изобретения. Открытия, кстати, делаются коллективно и индивидуально. В научно-исследовательских институтах, в высших учебных заведениях, в университетах и даже в детских учреждениях. Как способствовал этому год науки 2017? Узнаем у наших гостей. И я спешу пригласить в студию аспиранта Гомельского государственного университета имени Франциска Скорына Алексея Русыкина. Проходите, пожалуйста, Алексей. И заведующего кафедрой оптики университета Владимира Гайшуна. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы представители вузовской науки. Если сравнивать вашу деятельность в год науки в 2017 и в предыдущие годы, эта деятельность чем-то отличается? В год науки нам тоже нужно работать, и никто ежедневную рутинную работу не отменял. Но, конечно, в год науки есть какие-то мероприятия, есть больше каких-то конференций. И в рамках этих конференций и других мероприятий можно, конечно, встретиться со своими коллегами, пообщаться, обсудить какие-то идеи, какие-то наметить уже планы на будущее. То есть все-таки возможностей как-то стало больше, да? Из-за того, что больше мероприятий. Да, полностью. Но работаете вы всегда хорошо. Естественно. Что вы хотели сказать? Какие-то встречи были? Вот у вас были, Алексей, какие-то поездки даже в этом году? Да. В этом году мы ездили в феврале по программе «Расмус плюс», представляющей совершенствование магистрского образования в области физики в белорусских университетах. Мы посетили Бельгию, где была недельная конференция по повышению общего уровня английского языка. Некоторые лекции. И особым приятным бонусом был тур по городам Брюге и Генту. Но скажите честно, что было больше интересно? Посетить города или все-таки познакомиться с молодыми, талантливыми учеными других стран, узнать, поделиться опытом? На первом месте, наверное, все-таки было посетить такие города. И не менее важно было именно побывать на лекциях иностранных лекторов, которые преподавали какие-то науки, какие-то области английского языка, которых, допустим, у нас в Белоруссии пока еще нет. Ну просто нет. Да, поэтому это был очень ценный опыт. Хорошо. А вот этот год богат на бонусы для ученых? Ну, в частности, для ученых Гомельского государственного университета? В принципе, в этом году из-за того, что проходит больше различных мероприятий, вот, и поэтому нам приходится больше участвовать в них. И поэтому вот в рамках уже этих мероприятий заключаются какие-то новые договора, налаживаются какие-то новые связи. Мы, в частности, вот в этом году на экономическом форуме, который в мае проходил у нас в Гомеле, заключили несколько договоров с предприятиями и организациями Брянской области. То есть это наши соседи, вот, и они тоже очень интересуются белорусской наукой, вот, и заинтересованы в налаживании таких вот партнерских связей между нашим университетом и предприятиями и организациями. В частности, вот там у нас налаживается сотрудничество с Брянским техническим университетом, вот, и также налаживается с предприятием ЗАО группа Кремний-Л. Ну, это аналог нашего предприятия, всем известно, в республике ОАО «Интеграл», который занимается тоже в этой области, работает в области электронной техники. Ну, вот вы сказали, что вы, ну, как минимум ученые Гомельского государственного университета всегда работают хорошо, да? Но все-таки вот какие-то открытия, какие-то, ну, я не скажу изобретения, но идеи именно этого года, вот, что в этом году случилось? В этом году, вот, можно сказать, что те идеи, вот, которые раньше, может быть, уже еще даже возникли, но приближаются к их практическому воплощению. Вот, например, я могу вам показать, вот, например, образец антивандального покрытия, который сейчас вот очень интересно, потому что сейчас очень много молодых людей, которые умеют хорошо писать на стенах общественных зданий, в метро и так далее. И вот удалять потом эти покрытия, это очень сложно. Вот в нашей лаборатории разработано такое покрытие. Вот это фрагмент этого покрытия, да? Да, это вот алюминиевая подложка, на которую наносится такое антивандальное покрытие. Ну, вы сначала нанесите, потом покажите. Это обычный маркер, да? Да, это обычный, ну, не совсем обычный, это перманентный маркер, в котором обычно все пишут на стенах. Которым легко что-то испортить. Да, и потом стереть очень сложно. Вот, я, например, здесь напишу на этом покрытии гомель. Гомель, так. Если вот вы попробуете его стереть, вот попробуйте просто стереть. Так, а чем можно попробовать? Ну, просто ногтиком. А, подождать, пока высохнет или не стереть? Нет, вот, например, возьмите салфеточку. Подождите, ну, давайте с салфеточкой попробуем. Да, с сухой салфеткой. А, ну, немножко растерлась, потому что просто не высохла. Теперь попробуем ногтиком. Ну, не стирается, только чуть-чуть размазывается. А если, ну, не культурно, но попробуй вот так. Нет, ничего не происходит тоже. Не знаю, ну, может, ножичком еще вот не захватили ножичек поспорти. Ну, говорите уже, чем это можно снять? Ну, вот, если это покрытие стирается обычными растворителями... Легким движением руки, показываем оператору нашу. Покажите, я проверю, может быть, где-то что-то осталось. Да нет, только легкие разводы, причем от того, что это была влажная салфетка. Оно может найти применение именно вот при разработке новых покрытий для панелей, которые применяются в строительстве учебных зданий. Владимир, но заборы будут дороговаты из этого покрытия. Ну, вы знаете, если в метро сделать или на вокзалах, то это, конечно, можно использовать и очень широко используется. И такими покрытиями вот интересуются организации, разработчики, институты. В других странах мы вот недавно были в Республике Корея, и как раз сейчас вот у нас там рассматривается проект тройственный между Республикой Корея, Республикой Польша, Республикой Беларусь. Международный такой большой проект. И если, значит, он будет одобрен, пройдет финансирование именно под разработку вот таких покрытий. Эти покрытия, они могут использоваться не только вот как антивандальные, они могут использоваться и пищевой промышленности для защиты металлических поверхностей, для того, чтобы вот продукты, которые мы с вами едим, чтобы они не контактировались с металлом. И это разработка этого года? Да, это разработка этого университета. Неужели вот можно так вот разработать от идеи до воплощения? Сколько вообще проходит? Вот сколько времени прошло от идеи до воплощения вот этого покрытия? Конечно, мы такими покрытиями занимаемся уже довольно продолжительное время. Но именно вот состав вот этого покрытия, ноу-хау, вот это покрытие, оно было сделано именно в этом году, вот в этот год науки. Прекрасно. Алексей, вы имеете отношение к разработке? Я занимаюсь скорее покрытиями, которые, скажем так, будут полезны в каких-то агрессивных средах, которые позволяют сохранить материал, который применяется в этой среде, в защите. А что за агрессивные среды? Это кислотная, щелочная? Да, какие-то газовые, солевые туманы. Все, что может повредить оборудование, защищается какими-то оболочками, покрытыми нашими... Автомобили, корабли. Вот, кстати, я хотела спросить, а женская обувь как-нибудь защищает? Вы подумали, уважаемые физики, о защите женской обуви от вот этих реагентов зимних? Вот у нас, кроме нашей лаборатории, у нас лаборатория называется «Перспективных материалов». Вот у нас на физической факультете есть целый научно-исследовательский институт физико-химический. Его директор, наш бывший ректор, это член-корреспондент Национальной академии наук Рокачев Александр Владимирович. Они занимаются покрытиями тоже, но они используют другие технологии. У нас зульгель-технологии, они по вакуумным методам нанесения покрытия используют. Вот я знаю, у них есть покрытие на ткани, которое обладает гидрофобными свойствами. Вот, и можно наносить и на обувь, и на другие, как бы, виды одежды женской в том числе. И в этом случае она очень легко будет очищаться от всяких загрязнений. Вот, прекрасно. Но есть же разные пульверизаторы, которые защищают обувь, но они не всегда недостаточно эффективны. Вот, гомельским физикам нужно как-то поработать в этом направлении. Алексей, скажите, пожалуйста, вот, а еще о других молодежных проектах, вот, где задействованы именно молодые ученые? Ну, можно вас так называть? Да, конечно. Это вам приятно, наверное? Естественно. Прекрасно. В основном все взаимодействие нашего физического факультета организуется с помощью вот этой программы «РАСМУС Плюс». Ее основные плюсы именно в том, что она позволяет ей ездить не только на вот такие недельные стажировки короткие по... Не только в Бельгию. Не только в Бельгию. Там целый перечень стран. Головной офис находится в Риге, в Латвии. И кроме вот этих недельных стажировок они позволяют уезжать и на более длительные сроки с сохранением стипендий, причем есть стипендии европейского уровня. С оплатой проезда, с оплатой проживания, с возможностью слушать лекции от ведущих специалистов. Ну, это вот, кстати, важно для молодого, будущего ученого, скажем так, или молодого ученого посещать такие мероприятия. Ну, конечно. Тяжело в собственном соку, да? Дело даже не в том, что тяжело, это не тяжело, просто это расширение кругозора, расширение... Это обмен информацией. Да, это обмен информацией, это обмен контактами, в конце концов. Это налаживание английского языка. И изучение английского языка. Потому что современные ученые без английского языка, он не может общаться. Ну, это же специальный английский язык, я хочу сказать, язык, науки. Я, когда был аспирантом 20 лет назад, за время обучения в аспирантуре, я только один раз съездил на одну конференцию, интересную, международную, большую, в Польшу. То сейчас, они еще не обучаясь в аспирантуре, уже в магистратуре имеют возможность поездок за границу, стажировок различных и так далее. Вот у нас сейчас вот прошел уже проект, многие знают про такую программу ЕС, это Горизонт 2020. Вот в рамках этой программы у нас прошел проект с нашими коллегами из Польши, из Рословского института низких температур и структурных исследований. Они являются главниками по этому проекту. В этом проекте участвуют от Республики Беларусь Гомельский государственный университет, а также научно-практический центр по материаловедению, это в Минске. А кроме Беларуси участвует Украина, Институт физики, Национальная академия наук Украины, также участвует Вильнюсский государственный университет, участвует Институт ГИОТО в Германии и еще участвует один университет в Португалии. Это проект, в рамках которого будет налажен обмен сотрудниками между этими организациями, и они будут проводить совместное исследование, будут подготавливать уже большой проект для подачи уже в программу, тоже финансируемый за счет Горизонт 2020, но где уже будет не только обмен, но именно уже, когда мы подтвердим, покажем результаты, которые мы сможем получить вместе в этом консорциуме, сможем получить уже финансирование из ЕС, которое будет уже исчисляться там сейчас вот на этот проект, на всех выделено, например, там 700 тысяч евро, а там уже будет речь идти о десятках миллионов долларов. Такие суммы! Владимир, мы привыкли чередовать информацию, да, и интересное для наших зрителей. Я знаю, что вы припасли еще что-то интересное, вот в маленьком пакетике. Покажите, расскажите, что и как. Да, мы занимаемся разработками, не только покрытий, но и занимаемся разработками с помощью золь-гель-технологии различных материалов. Вот, например, это материал, который является визуализатором ультрафиолетового излучения. Держите, держите, чтобы наш оператор успел взять. Его можно использовать как люминофор, можно использовать как сцинциллятор в оптоэлектронике и так далее. Очень много применений у таких материалов. Владимир, если можно, вот для меня, мне даже сложно эти слова выговорить. Я забыла, как вы произносите. Люминофор или сцинциллятор. Вот для чего? Для чего? Простыми словами. Визуализатор. Вот движутся, например, электроны, и на пути стоит вот материал. Вот если его там посмотреть, то его даже не видно, он непрозрачный. Да. Когда взаимодействие, значит, электронов с этим веществом, начинается свечение. Свечение регистрируется, и таким образом осуществляется вот визуализация излучения. Очень здорово. Вот можно этот материал, например, использовать и для других целистей, размолоть в виде порошка, добавить в какие-то краски. Краска будет бесцветная, но при внесении её в ультрафиолет, она будет светиться вот таким ярким красным цветом. Я поняла, что физики просто главные люди в университете. Это правильно? Если судить по объему финансирования на науку, которая приносит физический факультет, то это где-то две трети финансирования науки всего университета приносит один физический факультет. Я не ошиблась. Да, вот я хотела, чтобы вы ещё про школы рассказали. Ведь не только физики, наверное, славятся тем, что и международные связи осваивают, и прикладная направленность их разработок присутствует, и серьёзный статус имеют, и мощные традиции. Да, у нас очень мощная традиция. Вот я совсем недавно стал заведующим кафедрой оптики. На этой кафедре у нас уже сложилось довольно давно и существует. Я сам выпускник тоже этой кафедры. Вот у нас сложилась целая школа. Руководителем этой школы является тоже член-корреспондент Национальной академии наук Сердюков Анатолий Николаевич, который занимается больше как бы фундаментальными проблемами в области оптики. И на слуху любого гомельчанина, да. Поэтому его, да, многие знают и в Гомеле. Вот. Также у нас на физическом факультете есть научная школа профессора, тоже член-корреспондента Национальной академии наук Рогачёв Александр Владимирович. Он сейчас является директором научно-исследовательского института. Вот. И у нас также есть ещё очень хорошая школа лазерщиков. Вот. И они тоже занимаются разработками такой уже практической направленности. Лазерная сварка и так далее. Я хочу сказать, что в университете ещё очень филологи хороши. И хочу передать привет всему филологическому факультету и всем учёным. Вы, наверное, имеете в виду Штейнера в первую очередь. Я всех, всех имею в виду, всех. Вот. Это тоже очень неугомонный такой человек, который постоянно такой деятельный. И я даже удивился, когда узнал, когда он являлся руководителем государственной научно-технической программы. Не программы, а заданий в этой программе. Что для филолога этого не свойственно. Это в основном физики занимаются. Технические науки. Технические науки. А он смог получить вот задания в такой программе. Я вот умышленно сейчас спрошу у Алексея. Алексей, скажите, вот бывали вы в Бельгии, да? Да, не только. Общались. Скажите, вот достаточно ли высоко сегодня оценивают статус белорусского учёного в мире? Как относится? Ну, уже если судить, потому что нас приглашают в всё более и более большое количество программ, в контакты и заключают договора, то можно сказать, что да. Причём в некоторых странах, насколько я знаю, уже даже не нужно подтверждать диплом физикой, можно идти работать. Во многих, конечно, до сих пор практикуется такое. Однако, насколько я знаю, сейчас же наши университеты переводятся на европейскую систему обучения, в том числе на физфаке. Поэтому вполне это позволяет уехать в страны, партнёр, где можно найти должность на каком-нибудь заводе, на каком-нибудь университете, на кафедре, где будут осуществляться исследования. Это очень, очень, очень лестно слышать. Спасибо вам за ответ. Добрый вечер, Елена, добрый вечер. И гости наши тоже, правда? Они сегодня такие дружные и красивые. Александр Григорьевич, скажите, на каких исследованиях Институт радиологии сегодня делает акцент? Ну, сегодня вы понимаете, что Институт радиологии – это специфическое название, которое сегодня делает все свои научные разработки, которые направлены на преодоление последствий нашей Чернобыльской катастрофы, которая произошла в 1986 году. Приоритеты, конечно, меняются сегодня. Основные разработки, они, в принципе, направлены на импортозамещение. А у нас много импортозамещения или нет? Импортозамещение сегодня – это такой вопрос, который сегодня… Вот даже те же сорбенты, которые здесь представлены, вот кормовые добавки, которые… Вот эти вот огромные глыбы, я бы даже сказала, да? Да, основной сорбент, который сорбирует Цезис-137 – это ферроцин. Он производится сегодня на территории Российской Федерации. Это город Оренбург, и в среднем мы закупаем где-то в районе от 20 до 100 долларов. Сегодня вот непосредственно наши ученые работают с Институтом природопользования Национальной Академии Наук, и мы разрабатываем ферроцин на основе непосредственно наших разработок. То есть на белорусских это используется древесное… То есть и сырье наше, так? Да, естественно, наше. И порядка 15-20 раз они будут дешевле на сегодняшний день по сравнению с тем, которые мы закупаем. Еще такое направление – это все-таки сорта замещения для загрязненных радионуклидов территории. Это очень важно, да. Мы приведем, например, такой пример, если брать такую новую перспективную культуру, которую сегодня и научно-практический центр по земледелию, Институт радиологии для загрязненных территорий рекомендуют. Рекомендуют. Это какая интересная? Да, это озимый ячмень на сегодня. Шесть сортов, которые реанированы сегодня. Это тоже ваше? Нет, это разработки непосредственно Германии и Польши, но они сегодня используются. Но научно-практический центр разработал сегодня один интенсивный сорт. Это Олимп, который планируется широко масштабно применять на загрязненных территориях. Мы совместно с нашими коллегами из НПЦ по земледелии проводили непосредственно экспериментальное исследование. То есть показано, что сегодня возделание этой культуры, именно до этого сорта, если он внесен в реестр, до 70 центнеров с гектара можно получать сегодня непосредственно, если мы будем полностью соблюдать технологию, полностью систему применения удобрений. Ну и другие средства защиты, если мы будем использовать, то, естественно, есть эффект от этого и свой сорт белорусской селекции. Александр, ну я вот вашим коллегам-физикам, я могу так говорить, да, задавала вопрос. Вот год науки и эффективность работы. Теперь вам такой же вопрос задают. Спасибо, вопрос, конечно. Был ли урожайным год науки, есть ли урожай, урожайен ли год науки 2017 для Института радиологии, для ученых? Института радиологии урожайен год. Ну и вот этот год мы начали непосредственно под эгидой Национальной Академии Наук, поскольку институт был переведен из ведомства Министерства по чрезвычайных ситуациях Республики Беларусь в непосредственно Национальную Академию. Ну что касается мероприятий, ну я хочу показать основное. Мы обобщили пятилетний наш труд, который, все наши разработки, которые касаются непосредственно ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных территориях в постшернобыльский период и издали благодаря тем деньгам, которые сегодня выделили в рамках реализации года науки. Здесь даже на логотипе указано, на этой монографии, что она выпущена в год науки. 2017 год науки, да. Вот. Второе, такое важное, что я бы хотел сказать, что сегодня очень большое внимание как современному научному центру уделяет непосредственно Международная Организация по атомной энергетике. В этот год науки на базе нашего института проведены таких два важных мероприятия, одно из которых уже проведено в июне месяце. Это тренинг-курс для специалистов по реагированию на чрезвычайную ситуацию непосредственно на атомных электростанциях. Вот. В курсе участвовали непосредственно специалисты из 20 стран. Это молодежь, которую организовали непосредственно... К нам приезжали. Они приезжают сегодня в институт радиологии, и недельные курсы проходят. Приглашаем специалистов непосредственно для, как лекторов, не только сотрудников института, но и других ведущих ученых из Республики Беларусь, из зарубежа. Из других стран на сегодня, где есть, например, кризисные центры, которые оказывают консультации при возникновении, например, каких-то чрезвычайных ситуаций, или непосредственно при работе с источниками низирующего излучения. То есть готовим специалистов, экспертов МАГАТЭ на сегодняшний день. Это здорово. Александр Григорьевич, смотрите, если физики работают в лабораториях в своем университете, то, понятно, ученые института радиологии в своих кабинетах, но и еще и выезжают на поля. Это подтверждают те кадры, которые предлагает сейчас наш режиссер на видеостену. Ну, естественно, мы не делаем науку, сидя в креслах. Ну, точно так же, как и они не делают науку, сидя в кресле. Сегодня мы проводим различные экспериментальные исследования, которые связаны непосредственно с отработкой технологий возделывания сельскохозяйственной культуры на данной территории по ведению животноводства. Ну, хочу сказать, что сегодня, вот благодаря разработкам института радиологии, на сегодняшний день фактически сведено к нулю производство продукции, животноводства, растеневодства, которое не соответствует нормативам по содержанию радионуклидов. Что касается наших внутренних нормативов, это республиканских допустимых уровней, РДО-99. Так, и мы сегодня производим в сельскохозяйственных предприятиях продукцию, которая сегодня идет на экспорт, и которая соответствует непосредственно требованиям таможенного регламента о безопасности пищевой продукции. Это ТРТС-021. Спасибо. Александр Григорьевич, ну это явно не для людей, да? Вот то, что лежит здесь на столе, ну в пленке. А почему, кстати, мы не можем развернуть? Ну мы не можем развернуть, потому что здесь один из компонентов, который отвечает за питательность этих брикетов. Это я правильно показываю, да, оператору? Да, вы показываете правильно. Это непосредственно брикет-антикет, кормовой брикет для крупного рогатого. Да, для животных. Так это лизать надо, да? Один, ну животным, да, надо лизать и кушать. Основное сегодня, ну я как бы хотел сказать, что если в общественном секторе пришлось, ну мы фактически решили проблему с молоком, которое по содержанию родзинуклидов соответствует нормативам, то в частном секторе иногда получается такая, это в восьми населенных пунктах сегодня по всей республике Беларусь есть проблемы, где иногда бывает превышение больше ста беккерелей, поэтому одна из таких эффективных контрмеров... Это вы области имеете в виду или республику? Это республика в целом, да. Применяются вот такие брикеты на основе, да. Это вкусное, а это? И это тоже вкусное, да. Это сладкое? Это сладкое, это соленое. Ну, сегодня на загрязненных территориях прослеживается такая тенденция, что в частном секторе, ну, например, население стареет и, естественно, тяжело держать, например, корову. Корову, понятно, да. Естественно, мелкий рогатый скот, те же козы содержат, да. Но здесь такая тенденция, понимаете, если мы возьмем козье молоко, то параметры перехода цезия в козье молоко в 10 раз больше по сравнению с коровой. Поэтому вот такие разработки, которые сегодня институт разработал, разработаны технические условия непосредственно на антикет и технические условия на брикеты-лизунцы непосредственно с ферроцином для такого мелкого и для крупного рогатого скота. Вот что-то такое, похоже на какие-то стружечки мелкие. Ну, стружечки, это наполнитель, здесь используется... Отруби, наверное, точно. Да, и здесь 3-6% это ферроцин. То есть препарат, который позволяет фиксировать цезии в организме животных, если они потребляют его, и связывать цезий, и естественным путем выводить, и, естественно, он не попадает ни в молоко, ни в мясо. Александр Григорьевич, наш режиссер показывал ряд фотографий. Наверное, японцы на разных встречах присутствуют, на разного рода мероприятиях. Так вот я хочу спросить, какова степень доверия нашей науке, нашим разработкам и технологиям в масштабах не только нашей страны, но и всего мира? Что касается японцев, конечно, они сегодня перенимают весь опыт, 30-летний опыт, который накопила Республика Беларусь в процессе ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ну, у них, мы знаем, что тоже такая же беда, поскольку шесть лет назад у них случилась авария на Фокусима. Естественно, вот за этот шестилетний период в институте было только 44 делегации из Японии. Последняя делегация, которая была из университета Фокусима, они познакомились вплотную со всеми нашими разработками. На сегодняшний день порядка 30-40 рекомендаций, которые мы разрабатывали по ведению растеневодства, по ведению животноводства, они переведены на японский язык и используются непосредственно как наработка Фокусима. Дальше мы, что касается математического моделирования, имеется на сегодняшний день огромная база по параметрам перехода радионуклидов Цизия, Стронция, но и пополняется на сегодняшний день параметрами, переходят трансурановыми элементами, такими как Плутоний, Америция. Совместно с нашими учеными разработана математическая модель, которая, так называемая Рейнгл, которая позволяет на сегодняшний день прогнозировать содержание радионуклидов, того же Цизия-137, в той продукции, которая выращивается непосредственно в провинции Фокусима. Слушайте, как это интересно, вот прогнозировать содержание. Да, прогнозировать. Естественно, на сегодняшний день в Республике Беларусь были дети, которые оздоравливались непосредственно с провинцией Фокусима. Есть у нас такой санаторий, который называется Дрод Ждановича, где оздоравливаются наши дети из загрязненных районов. Вот были и дети из Фокусима. Что касается прогноза, конечно, очень заинтересованы сегодня японские коллеги в наших разработках, поскольку есть, как я уже сказал, серьезная база по коэффициентам перехода радионуклидов. И что касается наших монографий. Особенно мы даже удивили, что, что касается лесных экосистем, они, ну, в первую очередь, были переведены эти монографии на японские посредства. Вот это интересно. А можно еще добавить? Да, пожалуйста. Вот вы говорили, в физике в основном работает в лабораториях. Я не права, да. Возмутился Владимир. В лабораториях что-то разрабатывает, но все равно потом, конечно, в поле мы не ездим, а мы ездим уже на предприятия, на организации, не только в Республике Беларусь, но и за границей. Я уже говорил, что с Российской Федерацией у нас есть договора. И там уже проводим испытания, внедрение наших разработок, этих непосредственно уже в производство. Ну, еще хотел сказать, тут зашла речь про Японию. У нас есть, университет является членом такой организации, как Интеракадемия, которая входит в несколько университетов, в том числе университет Шизоока, это Япония. И уже у нас несколько аспирантов нашего университета получили степень доктора философии в этом университете. И у наших будущих студентов, абитуриентов, те, которые придут к нам в следующем году учиться, у них есть возможность участвовать в разных международных проектах, программах типа Эраспус. А также они могут по окончанию университета уехать учиться за границу, дальше продолжать свое образование. Сейчас уже очень с многими странами у нас заключены в Республике Беларусь договора о взаимопризнании степеней. И поэтому, да, можно потом, получив там какой-то опыт, с этим опытом вернуться назад в Республику Беларусь и здесь уже работать. Спасибо за информацию и замечание принимается в мою сторону. Я, простите, я хочу все-таки обратить внимание на записки телезрителей в Вайбер. Возможно, это не ваши вопросы, но вы, как ученые, передайте, кому нужно. Считаю главными открытиями вообще в мире изобретение колеса. И вообще, что когда-то добыли огонь. А что мы ждем от нашей науки? Конечно же, изобретение инноваторств в медицине, Татьяна. А вот Николай обращается, слышал, что в России проблема, ничего не могут изобрести по борьбе с растением борщевик. Может, наши изобретатели запатентуют и предложат что-нибудь? Насчет борщевика. У нас недавно в Орше я участвовал в бирже деловых контактов. И деталей я, конечно, не передам. Но была точно девушка, по-моему, аспирант, которая выступала с докладом, которая выступала с презентацией. Также она была одной из тех, кто получила награду за выдающиеся исследования. И у нее была как раз тема исследования «Борьба с борщевиком». Прекрасно. Значит, на контроле белорусских ученых это проблема. Спасибо большое. Ну что же, уважаемые телезрители, вы помните, тема нашей программы сегодня – «Наука и жизнь». Поэтому звоните, пожалуйста, 3422-43, задавайте ваши вопросы, пишите в Вайбер. Умные ткани во всем мире становятся доступнее и понятнее. Из некоторых уже давно шьют не только защитную экипировку, но и вещи для повседневной носки. Капризы природы, пот, неприятные запахи, грязь, бактерии – есть масса неприятностей, с которыми смарт-одежда теперь уже справляется. И это уже не фантастика. И найти такую одежду можно, кстати, и у нас в области. Предприятие «Светлотекс» сегодня готово презентовать образцы умной одежды. А его представитель расскажет обо всех преимуществах своей продукции. И я приглашаю в студию Елену Дашкевич, модельера-конструктора швейно-производственного унитарного предприятия «Светлотекс». Елена, добрый вечер. С какими трикотажными полотнами, вот каких функциональных свойств сегодня работают на предприятии? Одно из направлений работы нашего предприятия – это изготовление одежды для спорта из полиэфирных трикотажных полотен с функциональными свойствами. Это одно-единственное полотно, одинаковое, для всей одежды? Нет. Нет? Сколько видов? Многообразие полотен велико. Около 25 видов. И все для спортивной одежды? Для спортивной одежды. Интересно. 25 видов. И, наверное, каждая имеет свое название. Ну, там… Или номера какие-то? Имеются модификации. Ну, технически говоря, артикула полотна. Полотна могут обладать не одним свойством. Они могут обладать свойствами в комплексе. По два, по три свойства. Ну, это зависит от применяемых нитей. Ну, вот нет такого универсального, в котором бы воплотились все мечты модельеров и, ну, скажем так, тех, кто носит спортивную одежду. Вот, чтобы все в одном. Ну, вот самое интересное, что полотна должны быть разные, потому что для различных видов одежды, для различных даже участков одежды применяются полотна с различными свойствами. Поняла. Елена, ну, так, чтобы сразу интригу не раскрывать, просто кратко ответьте, что умеет современный текстиль? Причем, заметим, белорусский текстиль, не покупной, да? Современный текстиль решает проблему современного человека, активно занимающегося спортом. Это проблема высыхания, да, решение проблемы с потом, устранение запаха и комфортное ощущение, тактильное ощущение. Это очень здорово. Ну, что ж, а теперь давайте поподробнее. Я вижу, что здесь у нас есть образцы одежды. Предлагаю вам пройти прямо к ним, чтобы мы могли смотреть, трогать, снимать. Мужчины, вы тоже смотрите, внимательно слушайте и готовьте ваши вопросы. Вот, пожалуй, больше всего неудобств человеку доставляет мороз и жара, ну, как мне кажется, да? Да. Современный текстиль наверняка обладает вот этими свойствами терморегуляции. Я не ошиблась? Из представленных свойств используется полотно Black Cool. Из нити Black Cool, холодный, черный. Это полотно у нас применяется только, мы изготавливаем элемент одежды, головной убор, банданы. Действие этого полотна... Так он греет или холодит? Действие полотна заключается в том, что оно не нагревается так сильно и так быстро, как обычно, а полотно, солнечная энергия отражается от структуры полотна. Несмотря на то, что черное полотно? Оно только черное. Солнечная энергия отражается от полотна. Здесь вот это черное... Нет, здесь его не представлено, да. А, здесь нет этого варианта. Хорошо. Но от холода что-нибудь? От холода в перспективе работы предприятия у нас ведется работа с изготовлением термобелья, в котором используют рикотажное полотно с комплексом свойств. Там используются нити и квик-драй, которые обеспечивают быстрое влагоотведение, и пневмотекстурированные нити, и нити полые, которые обеспечивают удержание тепла в пространстве между одеждой и телом человека. И сама ниточка, наверное, да? Вот там внутри получается воздух? Вот физики, наверное, с этим хорошо выстраивались. Ниточка очень тоненькая. Естественно, воздух, он, конечно, плохо проводит тепло, вот поэтому эта одежда будет как теплозащитная. Еще в такой нить, в состав этой нити входит та же нить Black Cool, холодный-черный, которая своей структурой обеспечивает удержание тепла тоже под одеждой. Елена, ну вот мы сказали, что еще один из таких, ну, сильно раздражающих факторов – это пот. Ну, для спортсменов в частности, да? Вот для борьбы с подобным неудобством наверняка тоже существует какое-то полотно, и здесь явно что-то представлено, потому что здесь исключительно спортивные модели. Конечно, да. Пожалуйста, вот буквально покажите, скажите, вот это? Я еще раз хочу повторить, что полотно мы используем не полностью в изделии, то есть каждое полотно имеет свое назначение в отдельных его элементах. Для конкретного места хорошо. Ну вот конкретно… Проблема пота – это проблема определенных зон изделия, то есть определенных, которые отвечают за работу определенных зон тела человека, то есть область подмышек, область спины. То есть вот здесь в изделии представлено это полотно с антибактериальной нитью. И здесь вот в изделии. Также это полотно обладает еще свойствами нити квик-драй, которая быстро впитывает и быстро отводит влагу. Но я хочу сказать, что когда интенсивно занимается человек, ну, вот я видела таких в тренажерных залах, у них даже коленки мокрые, так что просчитывайте. Может быть, целиком надо из умных нитей, из полотна из умных нитей делать эту одежду? Мы совершенствуем свой модельный ряд в зависимости от требований потребителя. Это очень здорово. Вот вам просьба одного из потребителей. Приходилось встречать информацию о том, что смарт-одежда способна с легкостью справляться. Не то, что с кетчупом и кофе, да? А там самые страшные пятна. Ну, не ложатся просто на эту ткань. А если ложатся, то легко стираются даже вот не влажной салфеткой, ну, а просто вот водой смываются и все. И присутствуют ли модели одежды вот здесь, из таких полотен, которые отталкивают грязь? Ну, здесь такие модели не присутствуют. Полотна такого пока нет, необходимости в этом пока нет. Хочу еще раз подчеркнуть, что изделия у нас исключительно для активных занятий спортом. А такое вот грязеотталкивание и прочее это... Ну, знаете, разный же спорт бывает. Может, кто-то от земли отжимается. Или футбол играет, опять же, гетры там, майки, трусы. Здесь другой момент. Все приставленные полотна обладают очень хорошими свойствами в плане ухода. Легко отстирываются, быстро стираются, быстро высыхают. Они не пеленгуются, то есть не образуются катышки все противные. Наверное, не мнутся, понятно. Они не мнутся. Степень окраски полотен очень устойчива. Полотна не линяют и не окрашивают друг друга. Елена, спасибо. Я хочу обратить Ваше внимание на видеостену. Там у нас образцы рабочей одежды. Вот, возможно, вот эти полотна пятна отталкивающим свойством обладают? При производстве специальной одежды мы применяем различные виды материалов. Здесь уже речь идет не о трикотажных полотнах, а о специальных тканях со специальными свойствами. Такими свойствами может быть и водоотталкивание, масло водоотталкивание. Все зависит от степени защиты изделия. Очень здорово. Но я все же вернусь к спортивной одежде. Ну, наверное, вот когда человек такой разогретый, да, потный, летом, всякие мухи, оводни, комары на него, вот им нравится запах этой молочной кислоты или вкус, не знаю. Вот, кстати, обладает ли одежда такими свойствами, отталкивающими насекомых? Такими свойствами одежда не обладает, но... Не придумали еще. Но выше указано антибактериальное полотно. Так, можно я подержусь? Оно обладает свойством, пот не разлагается и запаха не появляется. Может, запах не распространяется, да. Это основано на том, что в полимер введены ионы серебра, которые блокируют бактерии и не дают им размножаться. Соответственно, нет запаха. Всем комфортно, всем приятно. И оводни комары не слетаются на этого человека. Нет, мне интересно. Хорошо. Ну вот, разработаны ли образцы одежды, я уже теперь спрашиваю, не о спортивной одежде, которую можно применять при ликвидации чрезвычайных ситуаций? Есть у вас такое? Да, конечно. Мы активно работаем, сотрудничаем с МЧС. На производство у нас поставлены костюмы боевой одежды для пожарных, а также средства индивидуальной защиты рук. Все эти изделия изготавливаются из арселоновой ткани, которая нарабатывается нашим учредителем, акционерным обществом с Лаурским волокном. Все эти изделия успешно тестированы и проходят работу при тушении пожаров. То есть то, что мы видим на наших пожарных, это работа вашего предприятия и перчатки? И перчатки. Интересно. Очень здорово. И, ну, наверное, зал может поаплодировать. Это очень серьезно. Елена, ну, я так понимаю, что все не продемонстрируешь ни в роликах, ни на фотографиях и даже не на этой стойке. Я знаю, что у нашего режиссера есть в запасе еще один видеоматериал, который подчеркивает, что разнообразные цвета используются в спортивной одежде, разнообразные модели. Это так? Только ли такие цвета? Или все же есть много других? Нет, цвета могут быть разнообразные. И модели также разнообразные. У нас в нашей коллекции представлен очень большой модельный ряд изделий, которые мы постоянно совершенствуем. В зависимости от требований потребителя. И также при появлении новых материалов с новыми умными свойствами. Также хочу отметить, я уже разговаривала, говорила об антибактериальных полотнах. Вот это полотно, это полотно из нитек Викдрай, которое быстро сохнет, быстро впитывает влагу. Здесь вот представлено изделие из полотна, изготовленного из микрофиламентной нити, которая придает необычную мягкость изделию. Действительно, необычная мягкость. Высыхает, и человеку комфортно, человек практически не ощущает его. Но это только для спорта, опять же говоря. Это для спорта, да. Здесь немножко поплотнее изделие. Вот, кстати, я хотела спросить, совершенно другие ощущения тактильные, когда держишь в руках эту ткань. Почему? Представлено изделие. Это хлопок? Нет, это не хлопок, оно изготовлено из полиэфирного полотна, 100% полиэфир. Но полотно наработано из пневмо-текстурированной нити. Что это значит, Елена? Эта нить придает полотну хлопкоподобные свойства, как внешние, так и физико-механические. Но внешние я бы вообще не отличила. Также еще раз хотела бы добавить, что это полотно имеет два свойства. Значит, это свойства хлопка внешние и физико-механические, и свойства нити квик-драй. То есть оно также быстро впитывает и быстро высыхает. Вот вы знаете, очень пожалела уже, что не принесли мы в эту студию какой-нибудь велотренажер. Мы бы из юных физиков, юных ученых кого-нибудь сюда пригласили и надели бы такую майку, и пусть бы крутил педали. А потом посмотрели, как, как, что, как ведет себя полотно. Ну, вы знаете, как ведет себя полотно, чтобы доказать стопроцентно, необходимо проводить опыты в лабораторных условиях. Велотренажера недостаточно. Например, свойства полотен также исследовались и доказывались в Тайваньском институте. И подтверждены выполненными там лабораторными условиями. Это очень здорово. А, кстати, вот легко ли шьется и обрабатывается такая одежда? Не ломаются ли иглы? Не рвется ли нитка? Потому что я знаю, вот синтетику, ну, как раньше у меня опыт был, шьешь, и там очень часто обрывнить случается. Ну, нюансы при пошиве изделий есть всегда, но наше предприятие на этом рынке очень давно. И небольшие проблемы мы решаем в рабочем порядке. Ну, шовчики все ровно, все это очень красиво выглядит. А вот, кстати, наверное, дороговата эта одежда? Немного дороже, чем обычная эта одежда. А где ее можно найти? Ее можно вообще вот купить? Мы свою продукцию реализуем в предприятиях розничной торговли по всем областям Беларуси. А где ее искать? Конкретно в каких отделах? Искать ее нужно в специальных отделах. Специальных спортивных отделах, да. Ну, к сожалению, путь нашей одежды до потребителей немножко длиннее, чем в предприятиях, которые имеют фирменную торговлю. Но мы над этим работаем. Ну, да. Пожалуйста. Нужно какой-нибудь магазин фирменной торговли, конечно. Ну, вот я знаю, что в апреле этого года была представлена первая коллекция умной одежды. Я не ошибаюсь? Но, может быть, что-то вы к Новому году еще предложите? Мы постоянно совершенствуемся. Есть секреты. Зачем сразу рассказывать? То есть вы сразу не хотите? Ну, хорошо. Тогда приглашаю вас на эту программу еще раз. Хорошо. С удовольствием. И расскажем о ваших изделиях. Лена, еще у меня есть вопрос. Вот как-то встречались мне публикации о каких-то углеродных чехлах для планшетов и телефонов. Есть такое? Да, верно. Так. Что они позволяют? Они блокируют сигнал. Исключительно черные вещи какие-то, так чисто внешне, вот прям как для агента 007? Эти изделия блокируют сигнал, полностью блокируют сигнал к телефону. То есть помещенный в чехол телефон либо планшет недоступен для внешних звонков. Совершенно недоступен. И есть, наверное, еще какие-то медицинские, медицинского характера изделия? Изделия медицинского характера на коленнике, на рукавнике, гетры, пояса. Но они явно не с сигналом здесь сделаны. Здесь что-то другое уже. Во всех этих изделиях и в чехлах, и в изделиях медицинского назначения используется, применяется материал углеродный, который также нарабатывается нашим учредителем с логорским волокном. Ну а что они позволяют? От них лучше суставы разгибаются? Да, здесь идет речь о работе суставов, о здоровье кожи, о здоровье поясницы и органов в области поясницы. Спасибо за информацию. Я очень хочу... Можно мне снять эту маечку? Ну это явно мужская, а женские модели имеются? Вы ошибаетесь, это женская модель. Это женская, да? А, ну да, удлиненная туника такая, да? Да, вот еще женская. Вот это женская, ясно. А, ну да, сзади вижу такие складочки, вряд ли мужчинам такие понравятся. Ну вот, очень даже ничего, да? Спасибо, спасибо за поддержку. Ну что, давайте проходим в зал. Есть ли у вас, уважаемые физики, ученые-радиологи, вопросы к Елене? У меня есть такой вопрос. Вот они говорят, используют углеродные ткани, а вот они не пробовали использовать такой сейчас очень новый современный материал, который называется графен в составе своих тканей. Может, каким-то образом оно повлияло бы на свойства этих тканей. Они, кстати, эти материалы довольно прочные, содержащие графен. Плюс они еще обладают уникальными многими свойствами, они могут светиться в темноте. То есть ваши покупатели будущие, они в темноте тогда не потеряются. Ну и Елена модельер-конструктор, поэтому, возможно, в такие тонкости не вникала, но возьмите на заметку. Ну, я думаю, работники предприятия смотрят сейчас нашу передачу. И по приезду я также буду обсуждать с руководством данные вопросы. Так что ваш вопрос не останется без внимания. Спасибо большое. Посотрудничайте с гомельскими физиками. Спасибо. Уважаемые телезрители, чего мы ждем от науки? Как наука помогает делать нашу жизнь лучше? Высказывайте, пожалуйста, 342243 номер нашего телефона. Отправляйте ваше сообщение в Вайбер по номеру на экранах. Национальная академия наук, как только начался 2017-й, презентовала планы на год науки по всем направлениям. От создания нового космического спутника и иммунотерапии рака до задачи впервые издать четырехтомный исторический атлас. А была ли подобная презентация у ученых Гомельщины? Узнаем у наших гостей. Я напоминаю, что сегодня в студии аспирант Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Алексей Русыкин, заведующий кафедрой оптики университета Владимир Гайшун, заместитель директора по научной работе Института радиологии Александр Подоляк и модельер-конструктор унитарного предприятия Светлотекс Елена Дашкевич. Так вот скажите мне, уважаемые ученые, брали какие-то обязательства в этом году? Или работали, как всегда, хорошо? Нет, брали, конечно, обязательства. Ну и постарались их выполнить, конечно. То есть уже можно говорить о том, что все в порядке. Можно здесь без подробностей. Я хочу сейчас поговорить о современном ученом. Вот все думают, ученые, какой он человек. Ой, там непременно, вот он очень ограничен только в своей науке. И больше тут ничего. Я сегодня смотрю, просто красивые, умные, мудрые, мудрые люди, которые обладают прекрасными связями, много ездят, много знают, много презентуют и могут рассказать о сложном, так легко, просто и интересно. Спасибо вам. Спасибо. И такой вопрос. Какими качествами должен обладать человек, чтобы достичь сегодня, в условиях, в реалиях сегодняшнего дня, высот в научной сфере? Ну скажем, высот, и пусть это будет такое универсальное понятие. Сейчас ученые, конечно, они последнее всего сравнивают время. И 20 лет назад, когда я пришел только в науку, вот, конечно, сейчас от ученых требуется очень большая мобильность. Ученые должны быть мобильны. Они должны бы обладать очень широким кругозором. Ну, естественно, нужно сейчас знать языки, потому что без языков ты не сможешь участвовать в международных каких-то проектах, ты не можешь общаться со своими коллегами за границей, передавать свой опыт, набираться какого-то опыта. Ну и самое главное, да, это вот заключение международных проектов, контрактов, проведение переговоров. Знание языка здесь, конечно, играет очень важную роль. Вот еще у меня такой вопрос, Владимир, а хорошо ли преподаватели вузов, но это же не всегда ученые, или всегда преподаватель ученый? Нет, это, конечно, не всегда. У нас в вузе есть, как бы, люди, которые занимаются чисто преподаванием. А есть? Есть люди, которые занимаются чисто наукой, вот, да. А есть вузы, которые, да, занимаются и преподаванием, и наукой. То есть такая рутинная вот работа – это преподавание, а наука – это уже как отдушина. Ты в науке себя каким-то образом реализуешь, и у тебя есть возможность вот общаться со своими коллегами, и свои какие-то вот, как раньше говорили, когда ученые – это что такое занятие наукой? Это когда ты можешь за государственный счет удовлетворять свое любопытство. То есть ты таким образом, сейчас, конечно, не только за государственный счет, сейчас можно находить партнеров, находить какие-то международные проекты, находить предприятия, организации, которые готовы финансировать твои разработки. Вот, и поэтому в этом плане, значит, ученые сейчас появилось больше разных возможностей. Владимир Евгеньевич, я специально называю вас теперь по отчеству, но вы же преподаете? Ну да, я же заведующий кафедрой оптики, поэтому я и преподаю. Ну и хорошо. Так вот, скажите мне, велик ли интерес к науке у современного студента? Конечно, сейчас студенты пошли, как сейчас модно говорить, продвинутые. Все студенты сейчас сидят вот в гаджетах. Вот здесь, кстати, у нас студенты нашего физического факультета. Никто не сидит в гаджетах, посмотрите, все слушают. Да, они все слушают внимательно, да. Но вы посмотрите, в транспорте, в общественном, везде они сидят, читают эти вот гаджеты. Им надо, конечно, от этого оторваться и взглянуть какими-то другими глазами на окружающую жизнь, потому что вокруг проходит жизнь. Я, например, даже наблюдал, будучи полгода назад в Китае, это не только наша проблема, это везде такая проблема. Я хотела поинтересоваться. Приходит, значит, в ресторан парень с девушкой, китаянки, приходит каждый со своим мобильным телефоном. Приходят так вот, садятся за стол с двух сторон, он, значит, свой мобильный телефон, она в свой. Мне сложилось впечатление, что они даже общаются между собой через этот мобильный телефон. Пришел официант, официант там что-то сказал, он там что-то открытал. Разрядил обстановку, да. И они дальше сидят в этом мобильном телефоне, каждый в своем. Ну, то есть наука, ну так, чуть-чуть интересует молодых. Я думаю, что они просто еще молодые, у них, когда они уже немножко еще подрастут, у них появятся какие-то новые интересы, и они посмотрят, что наука, она дает очень большие возможности в современном мире. Можно как бы и себя показать, и мир посмотреть. А я вот у Алексея спрошу, а хватает ли 4-5 лет обучения на то, чтобы понять, что я, мне интересна наука, и я здесь пригожусь? Я думаю, да, в большинстве своем именно такой, скажем так, объем научных познаний или материала, который дается в университете, позволяет студенту понять, нравится ему это, привлекает как-то его, или просто можно уйти в другую сферу. Конкретно, скажем, в университетах после 2-3 курса в среднем идет, ну, заканчивается общий курс преподавания, начинаются специальности, начинается разделение студентов на какие-то, вот, специальности, как я сказал, и уже здесь студенту становится гораздо легче понять, нравится ему это, не нравится, будет он этим заниматься дальше, пойдет ли он в магистратуру, аспирантуру. Что значительно расширяет возможности и в науке, и в жизни. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, Александр, а вот есть ли проблемы, которые не позволяют науке двигаться вперед? Ну, проблемы. Есть, конечно, проблемы. Может быть, не позволяют, а мешают, препятствуют? Да, препятствуют, то, сегодня, конечно, если брать, вот, все тематики, то раньше было просто это, например, получить тот же грант, получить, там, какой-то, заключить договор, просто подавалась заявка, которая рассматривалась, если, например, какой-то госпрограмме было финансирование, то она финансировалась. Сегодня же ступени отбора научных исследований, то есть тематик научных исследований, они очень усложнены в том смысле, что проходят тематики через ученый совет, например, института, потом они попадают, например, в межведомственный совет какой-то госпрограммы, там рассматриваются, проходит. Дальше идет это ГЭС, государственный экспертный совет, который опять рассматривает заявку. Ну, естественно, учитываются различные аспекты, это, первое, и вопросы экономики, и вопросы востребования в сельском хозяйстве, в производстве, ну, естественно, конечно, конкретный результат, который сегодня должен выдать ученый, это внедрение в производство именно своей разработки. Ну, и время, которое дается сегодня ученым на исследовании, оно тоже сокращено, потому что если раньше тематики, например, утверждались на 5 лет, то сегодня уже за 3 года должен ученый выдать результат, то есть разработать там или опытную модель, или разработать рекомендации, и внедрить их в сельскохозяйственное производство. Поэтому здесь важно, что такой период, это тогда, да, ускоряется то, что, например, есть ли различные фонды, это фонд фундаментальных исследований, российско-белорусский фонд фундаментальных исследований, где для того, чтобы продвинуть какую-то идею, которая потом будет востребована, необходимо производить так называемое поисковое исследование. То есть заявляться, например, с какой-то тематикой, это, конечно, должен быть уже за дел. Ну, и второе такое, конечно, финансирование на сегодня, внедрение в сельскохозяйственное производство, внедрение там на заводе, внедрение, ну, скажем, сегодня вопрос с финансированием впирается очень сложный вопрос. Ну, это во всех сферах, во всех сферах. И еще, конечно, что касается кадров. Кадр, как говорится, решает все на сегодня. Молодежь, идите в науку! Да, в 2008 году, когда пришел, например, заместителем директора в Институт радиологии, у нас было три доктора наук, 31 кандидат наук. Аспирантура у нас с 1999 года действует, у нас закончило 29 человек, из которых 60% защитились, то есть стали кандидатами наук. И, естественно, сегодня молодежь не очень стремится идти в науку. Молодежь, вы слышите? Пожалуйста, измените направление! Наука нуждается в вас! Потому что сегодня, например, прийти на работу в научно-исследовательский институт, это не говорит о том, что ты уже ушел. Для этого надо пройти очень тернистый путь. Александр Григорьевич, желаем, чтобы вот эти проблемы, ну, как минимум, в конце этого года и на все будущие годы, ну, просто ослабли со временем и исчезли совсем. Ну что ж, нам остается только почитать пожелания, а здесь я видела пожелания. Передайте, пожалуйста, привет сотрудникам Гомельского радиологического института. Эсмайлик с улыбкой. Привет младшему научному сотруднику радиологического института без пяти минут кандидата Ласько Тамаре Викторовне. Ну, Тамара Викторовна будет гостем следующей. Ну, Викторовне тут написано. Вот, так что пусть готовится. Передам обязательно сотрудник моей лаборатории. Ой, очень приятно. Еще, значит, стимул изобретать вдохновение, а, стимул изобретать вдохновение или все-таки это еще и доход приносит? Вот такой вопрос. Пожалуйста, очень кратко. Смотрю на ученых. Конечно, если ты что-то изобрел, сейчас больше возможности это куда-то вгидрить. И сейчас уже создана такая инфраструктура, которая позволяет получить, заключить какое-то лицензионное соглашение, договоры и использовать на практике эту разработку ученому. А вот здесь еще от Татьяны привет гомельским физикам. Ну, я надеюсь, что это Гомельский государственный университет. Спасибо. Так, ну что, смотрю еще тут и фотографии, даже, наверное, какие-то изобретения, ну, как минимум, фотографировали и присылали. Ну что ж, уважаемые телезрители, я хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию, что даже в такой непростой теме наука и жизни вы нашлись, вероятно, это тоже ученые, а может быть, просто люди, которые болеют за белорусскую науку. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Уважаемые участники сегодняшней программы, я благодарю вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике ученых и специалистов и пришли в эту студию и интересно, популярно для наших зрителей. Рассказали о сегодняшней белорусской науке и о новых технологиях. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорили о науке и пришли к выводу, что мы живем во времена, когда чудеса возможны, потому что на пороге самое невероятное открытие в научной области. С вами была программа «Добрый вечер, Гомель» и ведущая Елена Троценко. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok